Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 7 августа легендарная артистка София Ротару праздновала свой день рождения. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала атмосферный снимок с корзинкой цветов, отметив, что это был самый лучший день. София Михайловна позировала в нежном белом платье и с целой корзиной цветов на велосипеде. Летний образ дополнили стильная шляпка и темные очки. При этом, судя по ее фотографии, и не скажешь, что певица исполнилась аж 74 года. Свой праздник певица отметила в Италии с сыном, его супругой и внучкой Софией. А вот вечером София Михайловна переоделась в черное платье, вышиванку с розовым узором. Певица с семьей прогулялась по городу Пьетро Санта, Тоскана. Внучка звезды была облачена в шорты бермуды и черный кроп-топ. Потом они заглянули в ресторан, где устроили праздничное застолье. Именинница задула свечку на торте. Ранее сын легендарной артистки Софии Ротару, Руслан Евдокименко, поделился очередным семейным снимком. Украинская певица София Ротару снова выставила на продажу свой отель в аннексированном Крыму. Ранее сообщалось, что София Ротару перестала выходить на связь после выступления на частной вечеринке у воронежского олигарха. Ранее сообщалось, что популярная певица София Ротару перестала выходить на связь после выступления на частной вечеринке у воронежского олигарха. Об этом сообщил ее сын Руслан Евдокименко. А также украинская певица София Ротару снова выставила на продажу свой отель в аннексированном Крыму. Об этом российским СМИ сообщила певица и модель Анна Калашникова, которые предлагали его купить уже много лет. Певица София Ротару является владелицей небольшого отеля в Крыму. Однако сейчас артистка пытается избавиться от недвижимости. По словам Калашниковой, роскошный отель Вилла София, который находится в центре Ялты, продается за 23 миллионов евро. Калашникова заявила, что риэлтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель, который принадлежит легендарной Софии Ротару, за приличную сумму денег. На сегодняшний день такая покупка мне не по карману. Я много трачу на содержание недвижимости, которое расположено в Испании и в Москве, рассказала певица Анна Калашникова. Знаменитость отметила, что если кто и купит отель Ротару, то какой-нибудь ее страстный поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой великой артистке. Напомним, что около 30 лет назад София Ротару взяла в аренду фундамент Купалин, Рофи, 1897 года. По слухам, на ремонт звезда потратила около 1 миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу. Изначально Ротару хотела за него 25 миллионов евро, по информации риелторов. Теперь же артистка снизила цену на 2 миллиона, но это недешево, считает специалист. Также у Софии Ротару есть еще особняк под Киевом, расположенный в районе поселка Пятихатки. Квартиру в Ялте, возле самого моря, артистка продала около двух лет назад. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.